Всем привет! Сегодня рассмотрим шейвер Вахл с артикулом 3615-0471. Этот шейвер вы можете купить на сайте zivsus.com. Ссылку укажу под видео. Давайте мы его распакуем. Посмотрим, что входит в комплектацию. В комплекте идет металлическая коробка. Есть инструкция на разных языках, а также на русском языке. Коробочка выглядит вот таким образом. Давайте я его открою. Внутри коробочки есть чехольчик. Довольно компактный, очень удобный для транспортировки. Сам лично проверял. В комплекте у нас идет дополнительный ножевой блок. Он выглядит вот таким образом. Вот так он выглядит. Дальше у нас идет дополнительная сеточка. Зарядное устройство и щеточка для чистки ножевого блока. И сам шейвер. Вот таким образом он выглядит. Вкратце расскажу вам характеристики. Шейвер работает 45 минут. Заряжается 8 часов. Производитель говорит, что при первой зарядке надо 16 часов зарядить шейвер. А также говорит то, что если долго служил вам именно шейвер, то есть батарея, надо полностью разряжать, а потом заряжать. Всегда так делать, чтобы он дольше вам служил. Почему так? Потому что у шейвера батарея никель-металл-гидрит. Вес шейвер составляет всего лишь 90 грамм. Он очень легкий. Двигатель поставлен на ток. Есть индикатор. То, что когда вы подключаетесь, зарядка загорается. И показывает, что зарядка уже идет. Потом очень легко снимается сеточка. Вы сняли ножевый блок. Тоже сняли, поменяли и поставили другую. И собирается точно так. Ничего сложного нет. Сзади написано, что сделан Made in China. Потому что мне, когда покупают шейвер, часто спрашивают, где сделаны. Как вы знаете, Мозер, Вахл и Эрмила – это одна и та же фирма. Мозер, кстати, шейвер точно так же написано сзади, что сделан в Китае. Так что, если будут какие-то дополнительные вопросы, задавайте. Я с удовольствием вам отвечу. Кстати, отличный подарок. Будет для друга, либо для работы. Тоже очень классный вариант. Если у вас нет денег, приобрести андис, либо Вахл, который идет намного в 10 раз дороже. Данный Вахл Шейвер стоит на сегодняшний день 600 гривен. А Мозер стоит 450 гривен. Если вы хотите узнать, чем они отличаются, ставьте лайки, подписывайтесь и задавайте вопросы, чтобы у меня была мотивация. Я обязательно сниму видео и расскажу, чем они отличаются. Визуально вроде они одинаковые. Мне самому интересно разобраться. Так что, внизу под видео есть ссылки на разные. Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакт. Можете туда тоже прийти и подписаться. Так что, всем спасибо большое. Всем удачи и не забываем переходить на сайт zepstus.com Так что, ставчик.